Как вы думаете, часто различаются ожидания и реальность брака? Да у всех. Почему? Брак что-то плохое и нас специально обманывают, чтобы не отпугнуть. А может быть брак это настолько плохо, что сколько его не ругай, а все равно ошибешься. Он будет еще хуже. Классический яркий пример описан у Льва Толстого в крейсеровой сонате. Для людей, разочаровавшихся в браке, это произведение будет, ну, бальзам на раме, они будут готовы подписаться под каждой строчкой. Так а зачем мы вступаем в брак? Для людей для совместного хозяйства, для регулярного секса в наше время вообще не актуально. Да, 60% браков распадаются, но они все равно создаются. Почему? Социальные условности, религиозные или моральные давления, традиционные ценности – все это следствие, а не причина. Причина в нашей психологии, а если точнее, в принципах работы нашей нервной системы. Именно наши нервы сначала заставляют нас влюбляться, а потом возготовить. Какой механизм этого процесса? На этом канале я рассказываю о прикладном применении математической модели нервной системы. Как знание принципов работы нашей нервной системы поможет вам стать энергичным, уверенным в себе, счастливым человеком, счастливым в том числе и в браке. Как можно стать счастливым в браке? Я не собираюсь давать вам какие-то конкретные советы. Это ваша жизнь и чужой опыт вам не только не поможет, а может даже навредить. Я хочу поделиться с вами общей формулой, в которую вы при желании сможете вставить свои данные и получить наилучший для вас результат. Итак, почему и как? По нашим нервам не текут любовь и ненависть, измены и ревность, только электрические импульсы, которые мы называем нервными сигналами. Эти сигналы, переходя с одного волокна на другое, создают огромные рефлекторные комплексы, которые мы называем своим опытом, своими знаниями. И поступаем мы согласно этого опыта. Эти рефлекторные комплексы можно сравнить с микропроцессорами. На что этот конкретный микропроцессор запрограммирован, тот результат он и выдаст. Если бы это правило было единственным, то мы были бы не обучаемыми. Раз запомнил, а дальше под копирку. Часто мы так и поступаем, а многие люди так и живут. Но если мы получим новые знания, то можем изменить свое поведение. А можем и изменить. Почему? Наша нервная система – это совершенный электроприбор, который требует колоссальное количество электроэнергии для своей работы. Чем больше электричество проходит через рефлекторные комплексы, тем большее количество действий способен сделать этот процессор одномоментно. То есть на наше поведение оказывает влияние количество электрических импульсов. электроэнергии. А также большое значение имеет и качество. Правильно сказать, не качество, а источник энергии. Хотя, в конце концов, дело опять упирается в количество. Как это? Сейчас объясню. Этим, единственным генератором электроэнергии в организме являются рецепторы. Они крайне разнообразны и способны преобразовать в электрический ток все виды окружающих нас энергии. Наши рецепторы можно разделить на две большие группы. Внешние и внутренние. Внешние рецепторы генерируют электричество из энергии внешней среды. Земли, солнца, воды, воздуха. Внутренние рецепторы реагируют на изменение состояния нашего, внутреннее состояние нашего организма. Но сильное изменение физического и химического состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. Это деление рецепторов достаточно условное. Внешние рецепторы способны среагировать на внутренние изменения, а внутренние могут ответить на внешние факторы. Главное то, что для работы нашей нервной системы используется энергия, либо окружающая нас Вселенной, либо энергия боли. Именно этот факт лежит в основе нашего поведения вообще и семейной жизни в частности. Чем отличаются эти источники энергии? Энергия внешнего мира бесконечна и колоссальна. Энергия внутренних изменений крайне мала. Энергию Вселенной мы просто берем. А чтобы произошли изменения состояния нашего организма, необходимо приложить энергию нашего организма, нервную, электрическую. Таким образом, энергия изменения состояния организма в разы, если не на порядок, меньше той энергии, которую может дать окружающий мир. Чем больше внутренних рецептов работает, тем больше дефицит энергии, который мы испытываем. Тем хуже работают наши рефлекторные комплексы, те самые микропроцессоры. Тем хуже качество нашей жизни. Тем хуже наши эмоции. Ну, вы можете спросить, а во чем здесь эмоции? Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше электроснабжения, тем мы счастливее и энергичнее. То есть, по эмоциям семейной жизни мы разобрались. Но почему они улучшаются? Почему у нас спутник, нас раздражает или улетает? Каким образом другой человек влияет на течение электрических потоков в нашей нервной системе? Я уже сравнил наши рефлекторные комплексы с микропроцессором. Каждый микропроцессор выполняет те задачи, на которые он запрограммировал. И использует тот источник энергии, благодаря которому он создал. Вселенная или боль. Для того, чтобы этот микропроцессор отключился, нужен ключ, триггер, пусковой механизм. Таким пусковым механизмом являются действия, слова, поведение вашего партнера. Он что-то сделал, включился в ваш дефлекторный комплекс. В ваш мозг пошло определенное количество энергии. Вы испытали энергию, соответствующую этому количеству энергии. Вас это взбесило, встревожило, успокоило, ввело в ступор, в депрессию. Как следствие, ваши отношения ухудшаются. Ваш супруг или супруга вызывают у вас негативные эмоции все чаще и чаще. Отношения накаляются. Это, естественно, не по вашей линии. Взрыв, развод. Она овца, а он козел. А ведь если смотреть с точки зрения электрофизики нервной системы, то становится понятно, что ваша вторая половина в чем не виновата. Она не более, чем триггер ваших, ваших нежнерональных связей. Переделать своего любимого, любимого вы не сможете. У него тоже свои микропроцессоры со своими программами. И столкновение взаимоисключающих программ не ведет конкретно. Так как же из этой ситуации выходить? Вариант первый. Выбор партнера должен быть гораздо тщательнее. Да, вы должны быть счастливы рядом с ним. Но еще важнее, чтобы его поведение не вызывало у вас дискомфорт, боли. Вариант второй. Вы должны обговорить и взаимно избегать тем и действий, вызывающих негативные эмоции друг у друга. Это самый сложный вариант. Мешают этому те самые взаимоисключающие программы ваших рефлекторных комплексов. И никакие сеансы семейной психотерапии вам в этом не помогут. Более подробно я об этом рассказывал в ролике «Формула счастливой семьи. Как избавиться от скандалов, непонимания, как вернуть любовь». Ссылка в описании. Есть третий путь решения этой проблемы. Нужно сделать так, чтобы ваш рефлекторный комплекс, ваши микропроцессоры переключились на внешние источники энергии. Чтобы необходимость использовать энергию боли и дискомфорта исчезла. Увеличение внешних импульсов может дать очень кратковременный эффект. К этому способу относятся все попытки изменить окружающую обстановку. Внести романтику в жизнь, изменить своего партнера, какие-то там романтические поездки. Более полную информацию о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставлю в описании. Действительно, действием давления может считаться то, которое способно уменьшить электрическое сопротивление нервных путей. Только в этом случае энергии внешних источников, внешних рецепторов станет более чем достаточно. И боль, как источник альтернативной энергии, станет не нужна. Именно с этой целью 20 лет назад был создан физиотерапевтический прибор аппаратной психотерапии «Аудиокатарсис». Он исходно создавался для восстановления оптимальной проводимости нервных путей, для лечения хронических заболеваний. Много позже стало замечено, что его действие на эмоциональную сферу проявляется гораздо быстрее и сильнее. Как проводится сеанс аппаратной психотерапии «Аудиокатарсис»? Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Еще лучше, если в это время вы будете вспоминать все висящие вас недостатки вашей второй половины. Очень быстро вы заметите, что несмотря на ваши старания, эти воспоминания уже не вызывают такой яркой негативной реакции. Они становятся все более и более безразличными. Чуть позже вы с удивлением заметите, что эти воспоминания стали вызывать улыбку. И в какой-то момент ваше настроение станет великолепным. Эти же самые воспоминания стали делать вас счастливыми. Это значит, что в это мгновение ваш дефлекторный комплекс полностью перестал использовать энергию «Боль». И количество электрических сигналов, поступающих в мозг, стало максимальным. Теперь это восприятие данного воспоминания останется таким навсегда. Обратите внимание, что изменится ваше мировосприятие, а не ваша вторая половинка. Каждый может сделать счастливым только одного человека – себя. Но даже игра в одни ворота стоит свечи. Ведь это ваше настроение и здоровье улучшится. Вы будете чувствовать себя более энергичным, уверенным в себе, счастливым. Вы скажете, что такое невозможно, надел наушники, стал спокойным и счастливым. Я не хочу с вами спорить. Для этого на сайте первые пять суток после регистрации вы получаете бесплатно. Чтобы вы сами могли составить свое мнение. только после этих пяти суток вы решаете, стоит ли продолжать курсы. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокаписи. Наполняйте свою жизнь энергией, уверенностью в себе, счастьем. Возвращайте любовь и взаимопонимание в свою семью. Будьте здоровы и счастливы! Будьте здоровы и счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok